Привет всем! Мы находимся в самом центре Москвы, за мной Кремль, и та площадка, на которую мы идем, наверное, ближайшая, ближайшая к Кремлю. Есть еще одна площадка, которая находится на территории самого Кремля, но у меня есть серьезные основания полагать, что никто нас туда не пустит. Хотя, если кто может провести, ребят, будет прикольно потренироваться в Кремле. А пока вот он, совсем рядом, но нам немножко в другую сторону. К нам налево, надеюсь, шум ветра и дороги не сильно мешает. Осторожно, гололедик небольшой. И мы пришли. Вот, отсюда же видно Кремль. Я надеюсь, вам видно. Мы спустились в небольшую низинку. Там слева Кремль, а справа площадка. Итак, что у нас здесь? Если кто будет в центре, это, наверное, намного-много километров единственная площадка, поэтому... Запоминайте, здесь можно потренироваться, пока она еще стоит. Потому что здесь мы видим опять ужасные хомуты. Ужасные хомуты. Детскую всякую штуку. И еще, и еще, и еще больше ужасных хомутов. Рукоход. Турник. Хорошо, что этот турник приварен. Это... Это хорошо, что он приварен, он не отвалится. Вот. Ну, для моей тренировки здесь, на самом деле, есть все, что нужно. Оп. Здесь есть турник, здесь есть лестница, куда поставить ноги, чтобы отжиматься. Здесь нет ветра, потому что нахожусь в низине. В общем, замечательно все. Потреним сегодня здесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Четыре мысли по итогам сегодняшней тренировки. Во-первых, недосыпы. Недосыпы влияют на то, как вы делаете круги, поэтому всегда высыпайтесь перед тренировкой. Выспитесь, и все будет идти намного сложнее. Как вы заметили, в последние несколько видео я не говорил про недосыпы, потому что я более-менее высыпался. Сюда я опять не высыпался. Недосыпы. Второй воздух. Здесь очень много машин вокруг, очень много углекислого газа, мало кислорода. Тренироваться тоже тяжелее, потому что делаешь круги, интенсивно дышишь, дышишь все это и ужас, и гадость, и ужас, и всем этим. Поэтому выбирайте площадки в хороших местах, в парках, где много деревьев, машин нет. Третье. Амплитуда. Я так привык делать на кулачках, что когда вчера на тренировке патриотов поделал обычные, или позавчера, позавчера, я вообще не почувствовал нагрузки. То есть очень большая разница, между тем, как вы ставите так руку и так. Вот эти вот несколько сантиметров, которые дополнительно растягивают и позволяют сократиться мышцы, они критичны. Поэтому, если еще не отжимаясь на кулаках, я бы рекомендовал попробовать. Ну, если вы совсем новичок, то не надо, после 100-дневки займетесь прикольными всякими штуками воркаутскими. А если вы не новичок, то рекомендую. На самом деле, я не ожидал такого эффекта. И четвертый момент – это настрой. Вот если недосып и воздух – это вся фигня, если у вас есть правильный настрой. Если вы идете на тренировку с настроем, что вы ее сделаете. Потому что, несмотря на недосып, сегодня круги прошли намного легче, чем когда их было, по-моему, даже 4, вот, а может 5. Ну, когда у меня было срыв, такой, я не выспался, хочу спать, я не хочу ничего делать. Но у вас такое настрой – это одно, когда вы приходите на тренировку, чтобы бомбить, это совсем другое. И круги будут идти по-другому. Так что, всегда устраивайтесь правильно. Не надо иметь перед тренировкой. Можно всегда подойти после. Ну, это все на сегодня. Завтра будет новая площадка, новое место. И мы продолжим свой путь до конца программы. Спасибо всем, кто посмотрел. Хорошего дня. И увидимся завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok